Добрый день, добрый день, добрый, добрый день. Вы смотрите фото об экспоньюз. Ужасный джингл вырисовывался, так что я остановился. Сегодня новости будут короткими и короткими. Просто праздники. Мне еще Оливьеда есть. Несмотря на то, что праздники и по идее интернет должен немного поутихнуть по фото новостям, все равно появились свежие слухи о грядущем анонсе альфа 7000. Давайте посмотрим. Итак, пока все праздновали Новый год, на японских ресурсах появились свежие слухи о грядущем APC флагмане от компании Sony. И, судя по всему, ее представят в этом месяце. В середине или в конце. Пока неизвестно. Эх, хоть бы в середине. И, конечно, третий вариант. Это в ближайшие дни на выставке CES 2019. Если правдоподобность изображения достаточно спорная, то обновление спецификации выглядит достаточно правдоподобно. И они следующие. Датчик 32 мегапикселя CMOS. Новый ультраскоростной чип LCI. Скоростная съемка и никакого блэкаута. Новый процессор Beyoncé X. 925 точек фазовой фокусировки. Скоростная съемка 60 кадров в секунду при электронном затворе. Механический затвор. 10 кадров в секунду 16 бит. 20 кадров в секунду при 14 бит. И 30 кадров в секунду 12 бит. Выдержка до 1,32 тысячной секунды. Видеорежим. Оу-е. Супер 35 мм. 4К. 65. 10 бит. Наконец-то. Диапазон ISO от 64 до 64 тысяч. Вес 580 грамм. Нас спрашивали, почему мы не тестируем Fuji X-T3. Ну, сольно. Во-первых, ее уже все протестировали. А мы хотим ее сравнить как раз таки с этой новинкой. Поскольку это прямые конкуренты. Вот это будет битва. Я уже в предвкушении. Я смотрю, основной тренд 2019 будет эта большая дырка на объективе. Поскольку вслед за никононским светосильным объективом, который скоро анонсируют, подтягиваются и наши китайские товарищи. По последним слухам, Янгноу скоро анонсирует 50-мм объектив с диафрагмой F1.0 для камер Sony с байонетом FE. Вы можете посмотреть плохо сделанный видеотизер объектива, где действительно можно увидеть значение диафрагмы F1. Напомним, Янгноу китайский производитель оптики, который делает доступные автофокусные объективы для зеркальных камер Canon и Nikon. Мы, конечно, будем надеяться, что на этот раз Янгноу удивит нас своим новым изделием, но, как обычно, слишком больших надежд не возлагайте. Все-таки это бюджетная оптика. Но для тех, кто любит делать кадры в супер боке, смотреть на фотографию с ощущением, что у тебя зрение минус 3, возьмите на заметку. Ну, если вы хотите сэкономить при этом. А теперь очень короткая новость. Даже никакой ссылки давать не буду, поскольку она официально будет объявлена 9 января. Так вот, 9 января компания Lixar представит свою новую SD-карту. На 1 терабайт. Для кого, правда, не знаю. Ну, наверное, это востребовано. И стоит она будет примерно 500 долларов. Я так и вижу, как вы потянулись сделать предзаказ. В прошлых новостях я предложил вам стать корреспондентами и оказать небольшую пассивную помощь в формировании новостей. Вы приняли это положительно. Большинство из вас. Спасибо вам за это. И даже несколько человек нашло время в праздничные дни и отправило мне интересные ссылочки. Делюсь с вами. Я прямо по списку буду читать. Да, я совсем обнаглел. Итак, Миша Хандов, я надеюсь, правильно поставил ударение, поделился ссылкой на сайт, где производят различную кожу для многих фотоаппаратов, включая пленочные. Цитата. По мне это классная тема, так как черные гробы уже надоели. В принципе, я согласен. Иногда очень хочется добавить индивидуальности своей камере. Особенно любимой камере. Далее. Станислав Пономарев прислал свое видео, где отметил одну проблему Fuji X-T3. Хочу сразу сделать оговорку, что информация исключительно от Станислава. Я ее не проверял. Но вы сможете ему задать непосредственно вопрос в Инстаграме. Уверен, он вам ответит. Цитата. В нормальном режиме через несколько секунд без действия у камеры заметно падает FPS. Проблем нет, если использовать режим Boost. Вот такая проблема отмечена. Если кто-то стал счастливым обладателем X-T3, скажите, было ли у вас такое? Струненный Евгений прислал видео про то, как снимать 6 и 8К видео на последние полнокадровые камеры от компании Sony. Как вы понимаете, здесь речь идет о скоростной фотосъемке, и потом эти кадры монтируются в видео. Ну, в общем-то, идея не новая, но, тем не менее, видео достаточно интересное, а главное, оно применимо и к другим фотокамерам, не только к Sony. К любым камерам, которые поддерживают высокую скоростную съемку. Спасибо вам, ребята, что нашли время в праздничные дни поделиться этими новостями. Действительно приятно. Для всех остальных, напомню, в чем соль. Раз в 10 выпусков мы будем разыгрывать призы. Сейчас 55 выпуск, значит в 65 разыграем приз. А чтобы стать корреспондентом, просто по этой почте, на эту почту, пришлите ссылку на новости, ссылку на вас, ваши комментарии, ну и как вас назвать в новостях. Все очень просто. Главное, чтобы эти новости не пересекались с теми, что уже есть у нас на сайте. И если несколько человек присылают одну и ту же новость, то я беру того, кто прислал первый. Это логично. В общем-то и все условия. Итак, это были все новости на сегодня. Коротенькие, ну какие есть. Надеюсь, вам было интересно. Всех с праздником. И скоро Рождество. Будем отмечать Рождество. Все. ВК, Фейсбук, Инстаграм никто не отменял. Посещайте, ставьте лайки, комментируйте. Подпишитесь, кто не подписан. И увидимся в следующих выпусках. Пока. На. Еще лайк и дизлайк этому видео не забудь поставить. Ну то есть, или-или. Вот теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok